здравствуйте в эфире телеканала север программа актуальное интервью в студии любовь пермякова сегодня у нас гостях член рабочей группы арктического совета по вопросам авиации морского транспорта владимир харлов владимир здравствуйте очень рада видеть вас в студии вы у нас первый раз в гостях расскажите миссию вашего приезда в наринмар ну во-первых спасибо что пригласили путь не короткий я проделал из канады вот через париж в москву потом был в архангельске в родном и вот рад наконец добрался до вашей земли до ненецкой земли где приходилось жить и работать 15 лет ну подвел немножко голос надеюсь телезрители простят еще раз повторяю очень рад нашей беседе и буду рад ответить на ваши вопросы расскажите пожалуйста вот когда был создан и как сегодня действует арктический совет арктический совет был создан в городе оттаве столице канады 1996 году мне вспоминается эти времена именно потому что в этот момент вот в декабре 96 года ваш покорный слуга победили на губернаторских выборов вместе с владимиром яковлевичем бутовым и кстати мне очень радостно что его до сих пор помнят в округе и тепло о нем вспоминает ну наверное есть за что не мне решать ну давайте что еще об арктическом совете удивительно но больше всех возражда возражали по созданию арктического совета соединенные штаты америки удивительно знаете у американцев всегда немножко есть ревность когда кто-то я не они что-либо начинает ну в конце концов это было определенной сначала создалась так называемая арктическая пятерка куда вошли канада потом аляска соединенные штаты америки затем норвегия данная и российская федерация ну потому что это те страны у которого есть арктическая береговая линия вот так это было потом шло время и к проекту присоединились еще трое участников чтобы было логично я считаю финляндия швеция и исландия которая которая особенно тепло вспоминать с которой я в декабре двенадцатого года и участвовал впервые заседание арктического совета вот в той рабочей группы амати 2 которые упомянули которая занимается вопросами авиации морского транспорта там есть и международное сотрудничество всегда когда собираются в несколько стран конечно здесь любой профессиональный вопрос сопровождается и обсуждением международных вопросов об этой встрече мне кажется у меня самые самые яркие впечатления если вы хотите я могу подробно об этом более рассказать конечно да мы хотим услышать но спасибо потому что декабрь двенадцатого давайте говорить прямо это еще до украинского кризиса и я прилетел пораньше в страну гейзеров на день помню как пошел в бассейн и оказалось со мной просто случайные гости в гостинице я их насчитал 28 американцев я был один тогда мы обсуждали много что мне лично эти ребята студенты понравились но когда они узнали из россии первую очередь они сказали ну надо как-то подтвердить здесь у меня особая печаль так и остаемся мы нации которые по-русски говорит намного более бегло чем по-английски я всегда уважал другой язык может потому что пел битлз депепл пин флой пин стинг ну причина еще и другая долгая работа в норвегии до этого короче все было хорошо и я вступил в политическую дискуссию она очень быстро закончилась а с американцами мы тогда не договорились я очень кратко только скажу я считаю что наши американские партнеры всегда неправы когда начинают диктовать нам что-то свое конечно у нас есть свое мнение на все сегодня к сожалению мы видим это немножко еще даже худшая ситуация но реки авик это было место где впервые была озвучена арктическая программа российской федерации на целых 60 миллиардов долларов мы если честно не верили тогда что произойдет обновление мы верили но не до конца обновления российского арктического флота и будет построен великолепный лучший сегодня в мире вот сами порт с обеда с его великолепным комбинатом по спг сжиженным природным газом со мной участвовал также и руководитель главмор спас службы российской федерации которая контролирует по существу береговой линии от калининграда владестока виктор иванович чернов за что я ему очень благодарен и мы до сих пор в хороших отношениях а почему сейчас вот картики вот приковано вот столь большое внимание ну хороший вопрос совершенно а вот давайте попробуем сейчас вы ответить что вы считаете вот мы живущие в ненецком округе я к сожалению с 13 года из родного архангельска выписался зарегистрирован в городе москве силу профессиональной работы до связанные с сотрудничеством спецпредставителя президента по вопросам арктики и антарктики артура николаевича легендарным которым наверное мы все скоро увидим на буранде да да ну вот ваше мнение а почему же арктика 100 сегодня актуальна вот может быть вы мне сейчас попробуйте большие залежи нефти во первых море баринцево у нас на морской путь да это частично правильно любая и все-таки главное почему-то всегда недооценивалось проблема пресной воды является для человечеством главный вот почему эти стратегические запасы являются нам бы вам как мы говорим кстати язык арктического совета английский и очень хорошо что мне его не терять не приходится потому что мы с коллегами обсуждаем все вопросы актуальные на английском вторая вещь это береговаться и линия россия и канада и обладают самой продолжительной береговой арктической линии ну и третий вопрос это вот то о чем вы говорите нефть и газ там есть сейчас мнение аналитиков что 2040 году нефть и газ будут не востребованы но и я его даже в нашей семье появилась еще один негтяник мой сын по не работает он по специальности институт нефти и газа в москве он заканчивал еще 20 30 а потом выясняется по учебникам и сто лет назад говорили не скоро закончится и будет неактуальны это неправда я в это не верю нефть и газ будут играть важную экономическую геополитическую стратегическую роль и ненецкий округ здесь будет играть очень важную роль мы надеемся что конечно 2 добыча нефти севера тимана печоры составит те 24 миллиона тонн в год которые планируют вот это привести спасибо мне кажется я ответил надо вопрос расскажите вот какие наиболее значимые проекты вот были реализованы за время работы арктического совета конечно мы хотели бы хоть конечно я хотел бы говорить о том а в первую очередь в норинмаре сейчас я очень рад вы не представляете сколько уже друзей я встретил завтра мне улетать я надеюсь до 9 марта я вернусь хотелось бы чтобы и конкретно наши проекты были привязаны к ненецкому автономному окку не забывайте вы обладаете большой а береговой линии отнеси до уткары почти 1200 километров округ облета на вертолетах и от долю около вдоль и поперек но береговая линия это важная сарктическая составляющая стратегическая регион остается локомотивом донором когда сальдо бюджета положительная я надеюсь эта тенденция будет сохраняться как и нефтяные в достаточно высокие цены на нефть не забывайте когда вот мы с владимиром лягчим бутовым работали не все 9 долларов за баррель сейчас 60 другие практические проекты я вам сообщить сегодня у меня была встреча с руководством на римарского а т.п. и мы планируем как-то задействовать арктическую восьмерку канада почему канада вольво автобусы канадский доллар очень слабый здесь экономика и дай бог 25 вольво из канады будут работать на территории округа поработать надо немало подобный опыт уже был с норвегией у меня из архангельска и в ненецком округе ну просто надо это все продолжать второе направление она ближе к специфике моей работы это самолеты бомбардия twin otter 400 12 самолетов уже закуплено воде пилоты сертифицированы самолет хорошо себя зарекомендовали работают час на чекотки на дальнем востоке но 200 самолетов должно быть закуплено еще и здесь вмешался украинский кризис есть вопросы мы обсуждаем их с канадскими коллегами есть вопросы и у минпромторга не вопросы и мнение есть это нормально все что кто-то считает что это должен быть в арктике самолет другой почему в арктике 2 миллиона жителей проживает в российской федерации от мурманска до чукотки их надо вывозить обслуживать лечить смотреть за нефтегазопроводами наши пограничные службы такие самолеты 18 19 мест очень нужны это авиация у нас ближняя магистральная никогда не развивалась даже в советском союзе ну вы знаете все развивать невозможно обсуждается много вопросов с нашей стороны переговоры везет авиакорпорация витязь ну хочу сказать что они этими самолетами очень довольны остается только еще решить ряд вопросов связанный и со сборкой самолетов ну и наверное ряд политических вопросов сожалению сегодня кристиан фриланд министр иностранных дел канады является персоной нон градом российской федерации что тоже должно как-то наверное разруливаться политиками здесь больше частично и мне приходится эту роль играть но мне лезть легко потому что приходится удается совмещать жизнь в канаде с проживанием в ду в доме дочери которая все время нынешнего года ну наверное все таки любой бы отец может порадовал что ребенок получил постоянную работу это работа федеральное правительство канады министерства налогов и сборов но это никакой вопрос кроме как материальный стабильный пенсионное обеспечение так вышло мы на правильных позициях но дочь развелась и муж вот так задержал детей она приходится нам к ним ездить это чистый такой вопрос но ненецкий округ очень активная территория я с удовольствием прочитал последние вот события связанные с форумом сочи и там нет в арктике но там тимана печора и действующий губернатор александр виталий цибульский подписал соглашение с коми я очень надеюсь что коми и нао ненецкий автономный округ станут активной составляющей региональной в рамках сотрудничества большой арктической восьмерки что касается ну вот абхазии и других направлений они ежанин и здесь не готов что либо комментировать вы говорите что нам нужны проекты совместные да в каком направлении нам нужно двигаться либо вот совместное что вы это вот вкладывать ну с норвегии да и ненецкий округ где норвегия одна из стран большой арктической восьмерки давние мой друг я честно надо лет 25 уже в осло не ночевал в гостинице а с чего бы я должен когда есть хороший долг приятель работающих ушедший в отставку недавно когда я работал в европейском союзе проекте северный морской коридор где ненецкий округ архангельская область мурманская область играли активную роль совместные проекты конечно вы правы с норвегией самые наверное актуальные и понятные организация барин сегиона у нас помним мы 93 год как мы радовались когда они начинали сотрудничество сюда в 90-м гором я прилетел с американским сенатором северный форум тогда начинал свою деятельность вы наверное тогда еще были маленькой девочкой и вот мы пролетели ненецкий округ коми совместные проекты надо развивать мы я рад что у меня есть поддержка и здесь мой друг нильс ангельс он из директора института а из аляски англич так и написал украина это не арктика потому что в арктике есть экологические вопросы важно есть вопросы биоресурсов я вам могу сейчас гордостью сговорить что в апреле прошлого года вот в институте океанографии под председательством юнеско была вся арктическая восьмерка и институты океанографии обсуждали в том числе и ненецкие представители были говорили как сегодня устанавливаются станции слежения уровня воды печорском в баринцевом море и другие другие вопросы там много профессиональных вопросов и я все сейчас не помню очень интересно с вами общаться вообще вы человек очень активный позитивный путешественник да любите путешествовать знаете на месте ведь что высадишь надо ездить он за 7 морей наши предки ездили а петр то 1 сколько он дома ты сидел что он сделал взял свою команду и вперед на запад все лучшее привез в россии все лучше и нам надо они худшее привозить потому что моя жизнь на западе показывает вот мне кажется мы немножко себя недооцениваем мы хорошие добрые люди а уж ваша то половина красивее всех я правда страдал однажды пострадал однажды раз когда норвежские девушки заявили что я не про я прав я точно знаю вот нам конечно нужно двигаться сейчас направлений ухода от изоляции и украинский кризис очень сложный у меня нет сомнения что мы правильно сделали мы правильное приняли решение и помогли крымским жителям провели референдум построили мост движемся но пока на западе наши партнеры считает что мы нарушили будапештную картию и поэтому считает что пока не ликвидирована будет украинская донбасская и сирийская проблема движение не может быть арктический совет здесь гораздо все лучше гораздо все лучше я вам точно заверяю вопросы морское сотрудничество происходят вопросы береговых линий отслеживаются правда хочу сказать да ежегодные доклады россии под председателем валентина иваном метвиенко совете федерации выпускается я хочу вам сказать иногда и честно и на риммарским жителям что во времена президента ельцина здесь было сделано ряд серьезных ошибок мы подвинули к своим берегам береговую линию кто это подписал и почему не смогу я так комментировать я может могу комментировать понять не могу и канада соединенные штаты имеют гораздо больше возможностей если говорить о вопросах национальной безопасности нам не числом надо работать наших сотрудников а умением это петр говорил и конечно языки иностранные учить изучать что помимо прочих болванов и тайное чувство сказать можно было тогда и жизнь наладится так ведь я думаю да прислушаясь к вашему совету вот и next time we speak English you know no problem all right скажите вот как начинался ваш карьерный путь вы родились в архангельске самом архангельске вопрос да в годы рановато бы еще мемуары писать мне всего 63 да я в архангела городец как насмеялся андрей макаревич я долго занимался музыкой ну что говорил архангела огородец мои родители архангельские люди по линии по линии мамы и мы лысковы купец шангурский вот был и они даже тоже разделялись когда пришла революция одни лысковы были торговыми людьми а другие лысковы лояльные коммунистам и достигли высоких постов партии учивший мой дед учился с микояном а другой лысков служба специально работала недавно ушел в отставку вот что касается харловых то я думал одно время что мы холмогорская фамилия ну нет оказывается дед мой был вологодским крестьянином и бежали в прямом смысле в тридцатых годах на север чтобы получить паспорт сталин тогда не выпускал людей с севера и вот там и основались жили в хибарах каких-то грязных помещениях на берегу северной двины но папа ушел на фронт мой сорок втором вернулся десантные войска мама учительствовать потом вот институте работала мы не знали сложности это были большие оптимисты папа ушел 89 мама тоже примерно в этот возраст и я рад что сегодня унаследовал их энергию мне кажется жизнерадостность и патриотизм мы всегда знали зачем нам поручик тяжая земля хотя архангельск и на римар это прибрежное государство это государство который сам бог велел сотрудничать со скандинавскими странами на мой взгляд норвегии которую я очень люблю мне кажется норвегия и канада это те страны где бы я смог жить помимо россии конечно а вы по образованию журналист я мечтал быть журналистом но вы встали стал жить мечтал жить педагогом нет закончив школу с медалью мгимо дипломатом я хотел стать не пошел надо было в армии служить а это был 77 год я пошел в обыкновенный наш пед институт истории английский ну а потом уже до писать стал книги доучиваться том числе норвегии нефтяной стратегии политика в бытность когда мы победили на губернаторских выборах я работал помощником члена совета федерации губернатора владимир ягчебутова это было очень правильное время большее время я вот иногда думаю сейчас александру витальевичу цибульскому работать несравнимо сложно сложнее почему у нас было два лицензионных ключа мы могли остановить любое варварское действие по отношению ненецким недрам у нас было почти 40 процентов ресурсных платежей ну добывали мало тогда цены были низкие но вот это и третье губернатор был сенатором почти два раза в месяц на федеральном канале федеральной трибуне он мог отстаивать интересы округа сейчас у губернатора меньше возможностей ну сейчас и добыча у вас больше и смотрите я вот шесть лет не был в округе изменился округ вы уже почувствовали просто такие изменения я так много говорил с людьми покатался на автобусе поговорил с людьми одна женщина мне с гордостью вела только что явилась из того же места где я ненавна был пунта кана это 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 пунта кана доминикана да вот она садит огурцы летом доложила что лето прошлое было хорошее она оптимист может бы уехала но муж хочет жить здесь конечно очень много новых красивых домов красивых светлых лиц может быть тревожить немножко что много пьяноватых мужчин даже днем я вам должен сказать правду потому что на много мне кажется этих людей которые ну не так бы должны себя вести а так спасибо за хороший прием у мэра вот олега ануфриевича спасибо за хороший прием и сегодня вы же 6 из катетской школы мы с ребятами разговаривали у вас центре образования ваня а я уже образование да формирует не про формирует вот мне удалось да и благодарен конечно и юлии николаевна селезневой мы сегодня общались это по моему человек который на правильном месте и формирует арктическую международную позицию округа спасибо я очень надеюсь 9 марта снова приехать мне низкий округ вы сегодня не с пустыми руками к нам пришли да расскажите что это за книга вы знаете спасибо что вы вспомнили они вообще надо бы они вспомнить было бы пораньше это на мой взгляд лучшая наша работа с эвин добра на земельный студио из норвегии а называется мой русский север если ее показать вот и здесь три района три региона архангельск мой любимый коми и ненецкий округ ненецкий округ это округ на мой взгляд получился лучше всего это день оленя это празднование а вот этих это этого дня в августе это маимбова это еще раздумья 97 года на римар что новая аляска вот так он выглядел это конечно с новыми вот эти красавицы новые русские с новыми русскими на рыбалку я думаю зря рано называл будто во новом русскими потому что он через полгода после выпуска этой книги станет губернатором вот эти это блестящее вот на мои фотографии каком году вышла книга 90 и последняя глава вот этих куда идешь россия знаем ли мы ответ сейчас на этот вопрос мне кажется тоже не совсем но вот видите туман здесь продовольствия мечта мясо водка и другое с 8 до 21 здесь красивые девушки я думаю все равно если вспоминать 97 мы продвинулись конечно серьезно я рад что я могу подарить вам эту книгу и пожелать успехов вашей творческой непростой спасибо большое буду беречь а фотографии тоже сами готовили конечно эта книга стоила 94 доллара это вот здесь дарственная надпись это 5000 экземпляров книга остается пособием по новейшей истории для вузов скандинавии до сих пор но время идет там уже в россии есть она где-то она не может быть в россии нам только 5 дарственных экземпляров мы получали равные я и это все это скандинавское издательство было заказчиком то есть я так понимаю в россии она у меня одной будет она будет у меня еще губернатора архангельской области может быть когда-нибудь у губернатора ненецкого округа да потому что коми и архангельской области да мы уже эту книгу вручали спасибо огромное еще раз да я очень надеюсь что и вы муж теперь молодежь мы с нами будете такие же книги выпускать потому что есть у нас такая возможность да совместно с норвегии я думаю уже о вас вот благодарен я посмотрел ваш фильм о купце сидорове и конечно думаю что его надо выводить на арктику open ну здесь надо подработать немножко работа да я считаю себя международником на на по праву регионал федералы это вы знаете это мы штучные товары вот мы готовы отдавать свои знания сейчас чтобы несколько спустя сказал до свидания все своим позициям чтобы вы продолжали развивать международные сотрудничество в ненецком и тому богу в это очень важно потому что у вас огромные возможности я вот столько людей увидел за это короткое время и столько оптимистов творческих красивых людей спортивных мам которые конечно работящие которые готовы отдавать все чтобы их дети еще сделать жизнь краша я желаю округу всего самого наилучшего и хотел бы продолжать сотрудничество владимир не могу не спросить планы на будущее какие перед собой ставите планы всегда позитивные вот я считаю чтобы стоять на месте надо бежать а чтобы идти вперед надо бежать быстрее ваш покорный слуга может быть и много стульев занимает помимо вот арктической совета я был всегда чеком и бизнеса я директор по развитию компании транс нау шиппинг мы очень рассчитываем что совместное 5 рост нефти газпром даст нам грузопоток даст нам возможность участвовать в тендерах победить на них ну мы создались девянос четвертом году и называли сразу транс нау шиппинг не все может быть просто его и у нас развивалась но я надеюсь сотрудничество будет продолжаться проект на римарским а пап на я очень раз рассчитываю в течение полугода довести до конца ну надеюсь что когда-то еще раз увижусь александр митальчим цибульским да я очень рассчитываю приехать и даже постараюсь приехать ну сейчас просто мурманск потом норвегия обещал варде после вот этой встречи канаде норвежскими коллегами в рамках большой арктической восьмерки рассказать как идут торговые у нас проекты ну и может быть задать вопрос когда же начнется наконец победа здравого смысла и наконец действительно наши арктические территории будут развивать международное сотрудничество владимир скоро у нас важный праздник 23 февраля у вас сейчас есть возможность поздравить жителей ниньского округа мужчин с этим праздником на эту камеру пожалуйста спасибо дорогие жители округа от всей души и поздравляю вам с днем защитника отечества да мы живем непростое время но мне почему-то кажется мой отец который был участником войны назвал бы это время трудным магазины полны товара улице полны красивых женщин девушек юношей мужчин любящих мужей братьев я желаю всем мужчинам быть достойным звания защитника отечества пожелать им крепкого здоровья счастья выдержки и терпения с праздником вас дорогие жители ниньского автономного округа владимир я тоже вас поздравляю с 23 февраля желаю вам оставаться таким же энергичным очень приятно что у нас в россии вот есть такие эрудированные многогранные мужчины будем ждать вас гости спасибо вам спасибо за программу напомню что это была программа актуальное интервью сегодня у нас гостях был член рабочей группы арктического совета по вопросам авиации морского транспорта владимир харлов до новых встреч